Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. У бывшего замминистра здравоохранения конфискуют имущество на 11 миллионов рублей. С требованием об этом прокуратура Кировской области обратилась в суд после проверки. В ее ходе было установлено, что бывший заместитель регионального министра здравоохранения в 2021 году приобрел в собственность квартиру в Кирове за 5,5 миллионов рублей, два машиноместа, а также автомобиль Volkswagen Touareg за 4 с лишним миллиона. Это имущество он оформил на своих близких родственников. При этом доход чиновника и его супруги за три года незначительно превысил 4 миллиона рублей. Сейчас иск прокуратуры находится в рассмотрении. С указанным имуществом чиновник не сможет совершить никаких сделок. Также прокуратура проверяет достоверность предоставленных чиновникам деклараций о доходах, расходах и имуществе. Экономика. Главой Минпромторга Кировской области назначен бывший директор завода УЦМ, Исполняющим обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области стал Александр Доренский. Об этом сообщает портал «Источник онлайн» со ссылкой на своих информаторов. Данное назначение Доренский был одним из заместителей министра в ведомстве. Он с февраля 2022 года. А до этого в 18 лет руководил заводом УЦМ. Предшественник Доренского Дмитрий Глушков уволился с должности по собственному желанию в связи с переездом в другой регион. В эфире «Экономика». Территории промпарков Слободино и Вятские поляны практически не используются. КСП региона провела анализ эффективности деятельности институтов развития. В их числе корпорация развития Кировской области, которая управляет промпарками. В отчете КСП говорится, что доходы корпорации от управления промпарками за 2020-2022 годы составили 84,5 миллиона рублей. Это на 10 миллионов меньше расходов. При этом аудиторы отмечают, что 66% промпарков в Вятских полянах не используется. Парк нерентабелен и убыточен, имеет низкую инвест-привлекательность. Работа самой корпорации по привлечению туда инвесторов признана неэффективной. В промпарке всего 5 резидентов, двое не ведут производственную деятельность. Еще у двоих объем налоговых льгот превышает количество налоговых отчислений в бюджет. Что касается промпарка Слободино, то он был введен в эксплуатацию в 2018 году, но до 2023 года там не велась производственная деятельность. КСП направила в правительство свои рекомендации. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.